В Кашихабльском районе в эти дни сотрудники МВД и ФСБ выявили противоправную деятельность двоих местных жителей – женщины и мужчины в возрасте 24 и 33 лет, которые в социальных сетях и мессенджерах разместили информацию, дискредитирующую вооруженные силы России. В отношении правонарушителей составлено протокол по части 1 статьи 20.3.3 КОАП России – публичное действие, направленное на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Собранные материалы были рассмотрены Кашихабльским районным судом, который признал данных граждан виновными. Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, суд изучил собранные сотрудниками правоохранительных органов материалы в отношении жительницы Кашихабльского района, которая в одном из мессенджеров разместила комментарии, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность. Эти действия квалифицированы по части 3 статьи 20.1 КОАП России и судом женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В различных муниципалитетах республики сотрудниками полиции Адыгея продолжается проведение профилактических мероприятий, открытых уроков и разъяснительных бесед в рамках регионального этапа всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Инспекторы по делам несовершеннолетних полиции Тахтамукайского района организовали посещение общеобразовательных учреждений в нескольких населенных пунктах. Гости обсудили со школьниками ряд актуальных вопросов, в числе которых недопущение распространения наркомании среди молодежи. Оперативники профильного подразделения полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних полиции Майковского района с привлечением представителей общественности также посетили ряд общеобразовательных учреждений в различных населенных пунктах района. Инспекторы по делам несовершеннолетних МВД и полиции Красногвардейского района совместно с общественностью провели мероприятие в аграрно-промышленном техникуме. Сотрудники МВД рекомендовали будущим специалистам всегда отдавать отчет своим действиям и не забывать о неотвратимости наказания за совершение противоправных деяний. В рамках всероссийской акции МВД России «Сообщи», где торгуют смертью, выявлены новые факты незаконного хранения запрещенных веществ. В Майкопе противники ОНК Республиканского МВД изобличили в противоправной деятельности 27-летнюю жительницу Краснодарского края. При себе она хранила несколько десятков пакетиков с солью, которые должна была разложить в тайники в различных микрорайонах города. Полиция Адыгеи напоминает жителям республики, если вы обладаете информацией о любых операциях с запрещенными веществами, необходимо срочно сообщить об этом по телефону 02 с мобильного 102. Полиция Теучешского района задержан 28-летний ранее судимый житель республики Северная Осетия Алания. Сотрудники ППС задержали фигуранта на территории поселка Трюстенхабля. У мужчины полицейские изъяли свертки с героином массой около 3 граммов. Еще несколько фактов, связанных с незаконным хранением запрещенных веществ, выявлены в эти дни. Один из таких случаев зарегистрирован в Кашхабльском районе. Там оперативники получили информацию о причастности 39-летнего местного жителя к противоправному деянию. Во время осмотра одной из хозпостроек сыщики обнаружили стеклянную банку с высаженной растительной массой. Еще одно процессуальное решение принято дознавателями полиции Майкопского района в отношении 38-летнего ранее судимого местного жителя. Домовладение фигуранта взято более 10 граммов наркозелья. Фигуранта взято более 10 граммов наркозелья. Фигуранта взято более 10 граммов наркозелья.